всем привет в этом видео шьем с вами зимний конверт трансформер на молнии в прошлых видео я уже показывал как его сшить но в этом видео шьем с вами с прорезями для ремней безопасности в прошлых видео также показывала как сшить комбинезон с двумя молниями очень удобный он идет в трех размерах шарфик идет к нему такой плюшевый очень мягонький уютный и в комплекте идет вот такая вот шапочка как конверту конечно же идет нарядный бантик все эти видео есть на моем канале обязательно заходите и смотрите в конверте идут вот такие вот прорези в этом видео я подробно покажу как их можно сделать для своего конверта я выбрала польский хлопок стопроцентный наверх вы можете шить из плащовой ткани точно также подойдет на подклад я взяла польский плюш он очень плотный хорошего качества вот такая вот у меня будет расцветка сочетания перед раскроем хлопок конечно же нужно продекодировать утюгом с паром отмеряем квадрат 83 на 83 из верхней ткани и точно такой же из подкладочной ткани для кармашка нам потребуется 26 на 42 сантиметра два штуки либо сделайте как я я сложила пополам этот отрез утеплитель я использую альпа люкс плотностью 200 грамм он прекрасно подходит для зимних вариантов я его возьму в два слоя то есть 200 грамм наверх 200 грамм на подклад плюш я накалываю на утеплитель плотностью 200 грамм скалы по всему периметру и точно также нужно сделать с хлопком скалываем его с утеплителем и скрепляем на машинке самый край на плюши внутри я сделал квадрат от краев отступив 20 сантиметров вот от края и сделал себе пометки все сколола иголочками буду здесь простегивать потом этот квадрат по краю нужно просто проложить строчку скрепляющую на своей машинке я ставлю максимальную ширину стежка и простегиваю вот так у меня получается лишний утеплитель нужно подрезать самый край теперь кармашек я складываю пополам и сшивая по боковым сторонам затем я беру резинку и с одной стороны прикладываем зафиксирую и также с другой стороны немножечко натягиваю ее вот так получается затем этот кармашек выворачиваем хорошо утюжим выправляем все уголки и нужно проложить кулиску вот здесь на машинке посмотрите все уголки я выправила скрепила их иголочкой чтобы они были ровные аккуратные для более ровной строчки вы можете этот отрез сколоть либо сметать резинка не зашла под иголку нечаянно на конверте снизу я отметила серединку и точно также на кармашке отметила серединку по низу скалываю вверху вот так вот я выправляю ровненько потому что там стянуто резинкой все ровненько вверх выправляем из краев прошивая на машинке на 0 5 под краем вот так получается такой аккуратный кармашек затем шивая молнию я взяла тракторную молнию длиной 70 сантиметров частый вопрос какую можно взять еще молнию берите 60 либо 70 сантиметров молнию прикалываем иголочками либо можете сметать для более надежности после того как скололи обязательно все проверяйте чтобы сверху были ровные концы снизу и на машинке прокладываем строчку сверху на конверте я также отметила серединку вы можете взять обычную молнию витую у меня была тракторная молния вот такой вот отрез я от нее сейчас себе я отмечу 20 сантиметров и это будет длина то что мне и нужно вообще сюда тракторная молния очень даже подходит потому что это зимний конверт утеплитель плотный тракторная суда тоже подходит очень хорошо к этой отметке прикалываем вот так вот молнию и специально для вас конечно же я сделала поближе не стала убыстрять видео чтобы вы посмотрели наглядно что было очень много вопросов по этому моменту как же здесь аккуратно прошить и все соединить хвостики посмотрите я вот так вот пальчиком придерживаю и в нахлёст сверху делаю вот таким образом можете здесь подшить ниткой с иголкой можете сколоть как я тогда уголки ложатся ровно если вы так их аккуратно сложить хвостики я подворачиваю обратите внимание я их не обрезаю и вы их не обрезать а то они будут смотреться куца не надо их подпаливать просто в шов во внутрь их подгибайте и будет очень аккуратно смотреться вот здесь этот момент посмотрите чтобы здесь у вас не раскрылся этот уголок я себе иголочкой помогаю и потихоньку аккуратно прохожу вперед для совсем новичков вы здесь можете сметать иголкой тогда точно у вас эти уголки не разойдутся и лягут аккуратно будет то что нужно молнию шили проверяем как у нас все шилось ровненько что все было аккуратно вот этот хвостик я подрезаю можете дополнительно поставить там еще закрепочку и и теперь соединяем слои скалываем лицом к лицу подклад и верхнюю деталь совмещаем по всему периметру у меня есть вот такие вот зажимчики где я покупала я оставлю ссылку в описании сшиваем по всему периметру наш конверт оставляя внизу сантиметров 20 не прошитыми чтобы вывернуть уголки вот так вот мы высекаем и лишние хвостики и утеплитель подрезаем конверт вывернули на лицевую сторону вот такой красавчик пухленький теплый очень мягкий плюш прекрасно сюда подходит в качестве подкладок застегиваем молнию проверяем что внизу все было ровненько наверху внизу отверстие я зашиваю вручную и потайными стежками через которые мы выворачивали проверяем кармашек чтобы внизу также все у нас вшилось что бываешь там ниточки не захватились немного и вот такой вот пухленький получается очень люблю шить такие конверты ну что давайте теперь сделаем прорези для автолюльки но я буду делать для трехточечных ремней от низа вверх я отмеряю 26 сантиметров поставлю точку это будет серединка и отмечу 8 сантиметров вот эта линия у меня 8 сантиметров от этой линии и вверх отмеряют 31 сантиметр ставлю серединку себе отметку и в стороны я откладываю по 8 сантиметров между этими отметками оставляйте где-то 10-13 сантиметров не более у всех автолюльки разные поэтому лучше померить по своей вот смотрите вниз конверта вверх я отмерял 26 сантиметров затем от этой линии я отмеряю вверх 31 сантиметр здесь серединка и между моими верхними точками будет 13 сантиметров сами прорези будут по 8 сантиметров длиной для обтачки отверстий нужно выкроить 6 детали 13 на 6 и 3 штуки это клапаны 10 на 12 обтачки вот они у нас их 6 штук мы должны их сложить лицом к лицу и по всему периметру прошить оставлять маленькое отверстие чтобы вывернуть и в итоге получится три клапана отверстие потом не нужно зашивать они войдут шов все аккуратно за шьется вот так у меня получается уголки срезайте хорошо утюжим а вот эти наши клапаны вверх 10 сантиметров и я складываю так вот пополам ширина 12 сантиметров остается и сбоку я сшиваю на машинке затем выворачиваем и хорошо утюжим обтачку находим серединку я просто вот так вот сгибаю с одной стороны с другой стороны ставлю себе точку это у меня серединка и теперь от этой середины я отмеряю влево и вправо по 4 сантиметра и в итоге получается 8 сантиметров это как раз таки моя длина прорези вверх от этой линии я отмерила по 0 5 сантиметров и получается вот такая рамка на всех трех обтачках нужно сделать такие разметки теперь эти отметки нужно перенести на изнаночную сторону как это быстро сделайте легко иголочками я просто вот так подкалываю то есть где начинается и заканчивается отверстие и смотрите что получается вот у нас с изнаночной стороны провожу прямую линию ориентироваться легко здесь есть такие пупырышки чтобы было все ровненько этот маркер он водорастворимый я потом сбрызну водой он легко исчезнет теперь к этой отметке я прикладываю обтачку и совмещаю линии там где начинается и заканчивается вот все аккуратненько скрепили и теперь нужно прошить на машинке прямой строчкой по внешнему краю вот здесь по рамке то что мы отмечали вот смотрите как должно получиться по внешней рамке то что отмечали вот здесь мы прошили и теперь есть линия по серединке которая осталась ее нужно распороть начинаем распарывать от середины и вот здесь потом нужно будет оставить немножечко не распортом то есть от рамок с боков примерно один полтора сантиметра там будем рассекать на из косок по диагонали распарываем слоями потому что конверт зимний очень много здесь утеплитель и ткани плотно получается не торопитесь очень аккуратненько все распарываем и вот здесь видите я наискосок так распарываю все то что у нас получается выворачиваем на лицевую сторону а на лицевой стороне подрезаем вот эти вот припуски и здесь будьте очень аккуратны чтобы не срезать лишнего все немножечко здесь подрезала припуски и теперь выправляем все скалываем иголочками и вот такое отверстие аккуратненько у нас получается теперь его нужно закрыть клапаном предварительно наверх клапана я сшила липучку такую контактную ленту вы можете поставить сюда тоже кнопочки но кнопки будут сложнее поставить ну что плотные утеплитель здесь стоит у меня 400 грамм я поставил поэтому липучку и вверх посмотрите как липучкой вверх я во внутрь вот так подкладываю и скалываю все это опять иголочками и по рамке я буду прокладывать строчку потом когда клапан закрывается вот этот вторую ответную часть липучки я буду сживать так будет закрываться вот здесь по контуру прокладываем строчку на машинке и затем будем сшивать вторую часть липучки и и и и и конверт наш полностью готов посмотрите какой он получается красавец расцветка очень мне нравится напишите в комментариях как вам и такая расцветка вот они клапаны 1 2 снизу тоже клапан застегиваю молнию легко и к этому конверту я сшила еще комбинезон в комплект этот вариант зимний в нем будет очень тепло уютно вот такая вот у меня есть игрушечная лялечка кстати на ней слипик мы тоже с вами шили эти видео все смотрите у меня на канале там есть и выкройки можете посмотреть и видео очень подробные шапочка такая вот смотрите у него лобик закрыт ушки то есть глубокая посадка полностью можно подготовиться к выписке и к дальнейшим прогулкам шарфик идет на кнопочках сзади легко фиксировать можно сшить на липучках на бегунке я себе сделал такие вот хлястики сверху и снизу просто из ткани я выкроила небольшие отрезы их туда поставила заворачиваем кармашек вовнутрь малыш полностью собран выглядывает только носик малюсенький спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь на мой инстаграм ссылки оставлю в описании к этому видео и конечно же буду очень рада почитать ваши комментарии буду рада вашим лайкам увидимся с вами в следующих видео до новых встреч пока пока